Физкульт привет, друзья и ученики! Вы знаете, часто присылают мне видео на то, чтобы я проконтролировал технику. Обычно это приседания и различные тяги, становые или румынские. Сегодня вы увидите тренировку, которую я вам раньше уже показывал, для укрепления сухожилий и связок. И большинство ошибочно полагают, что это многоповторка. К сожалению, многоповторка действует на сухожилия и связки обратным образом. Для сухожилий и связок, для костного аппарата, необходима силовая тренировка. Причем специфическая силовая тренировка. Можете найти видео, где я показываю, как это делать грамотно. Но сегодня девочка, Радика, которую вы уже видели в ранних моих роликах, она делала отдельный ролик о себе. Вступила в закрытую группу и тренируется со всеми парнями и девчонками. Отдельно там упражнения и программы для девушек, отдельно для парней. Она прислала такую одну неделю работы на сухожилия и связки. И я специально выложу это видео от своей ученицы, чтобы вы видели, как это делают девочки. Что силовая работа нужна всем. Сухожилия и связки укреплять нужно всем. А так как вас начинают тренировать в тренажерных залах псевдоинструктора, гоняя по тренажерам, На самом деле чушь, чушная, извините за тавтологию, реально, чтобы грамотно начать тренироваться, найдите мои статьи, видео, они абсолютно в бесплатном доступе. Изучите, как это сделать и будете грамотно двигаться в направлении тренинга. Не важно, чем вы хотите заниматься и какая цель перед вами. Нарастить мышечную массу, потерять жировую массу. Очень важно понимать, что, зачем, когда и как вы делаете. Также можете купить мою книгу «Ступени натурального бодибилдинга» или «Фак фитнес». Ссылки на то, как это сделать в печатном или в электронном варианте, я оставлю в описании к данному ролику. А сейчас давайте наслаждаться видео от Радики, как укреплять сухожилия и связки. Друзья, не забываем о разминке, общей и специальной, и заминке. Также, что в общую разминку мы включаем экстензии всегда, а в конце тренировки делаем гиперэкстензии. Чтобы более подробно и четко понимать, ознакомиться с тем, как тренировать сухожилия и связки, для чего это нужно, ознакомьтесь с моей статьей или видеороликом об этом. Что мы видим у Радики? Какая основная ошибка? Те, кто давно уже следит за моими работами в статьях и видеороликах, знают, что я никогда не рекомендую работать в разнохвате. Используйте лямки. Только с лямками вы сможете проработать достаточно серьезно с серьезными весами. Невозможно работать на спину, не используя лямок. Здесь Радика делает 5 подходов по 5 повторений. Естественно, сначала разминаясь. Разминаться нужно в обычном режиме, выполняя становую тягу, пока не дойдете до своего рабочего веса. Затем уже используем подставки и повышаем вес на 20%. 5 подходиков по 5 повторений. Отдыхать между подходами можно до 3 минут, а то и больше. Но, повторю, друзья, не используйте разнохват. И следите, естественно, за техникой. Не бросайте вес вниз, плавно, медленно его опускайте. Не забывайте, что негативы – это наше все. Следующее упражнение в сегодняшнем рабочем дне – это будут подтягивания обратным хватом. Обратите внимание, не используйте очень узкий хват. Это вредно для плечевых суставов. Разминка происходит, как и обычно, как и положено, в тех же подтягиваниях с собственным весом в полной амплитуде. Но до того, как вы начнете делать такие подтягивания, в принципе, как и всегда, я рекомендую размяться, используя для этого блок тягу, где вы сможете поработать с половиной своего веса и меньше, для того, чтобы подготовиться к тяжелой работе. Подтягивания также работают в окороченной амплитуде и, естественно, на сухожилия и связки. Следующий день тренировочный – это приседы и жимы. Хорошо, что помогает радике партнер, тренер. Но я настоятельно рекомендую все-таки делать приседания и жимы в раме силовой. Когда вы установите ограничители, будете опускать вес целиком и полностью на эти ограничители. Тогда вы точно будете застрахованы от травм. Работаем в обычном режиме, пять по пять, естественно, выполнив сначала обычные приседания в полную амплитуду. Это нужно для того, чтобы нормально подготовиться к работе. Почему нужно работать в раме, используя ограничители? Да только по той простой причине, что вес мы используем как минимум на 20% больше, чем обычно. И риск травмы очень и очень велик. Не забывайте, что опускаться в присед необходимо немножечко медленнее, чем это делает радика. Потому что негативная часть движения самая важная. Она именно дает нам прогресс, она дает нам рост силы, массы. И в принципе, кто пренебрегает негативной фазой движения, знает, что обкрадывает себя как минимум на 50%. Очень опасно. Поэтому обязательно работать с партнером, обязательно работать в силовой раме. Пять по пять. Не забываем, что в эту тренировку мы все равно должны включать в общую разминку экстензии для спины. А после в заминку использовать гиперэкстензии. И обязательно использовать мою гимнастику после тренировки, когда вы уже все закончите. Для того, чтобы полностью декомпрессионно снять нагрузку с поясничного отдела позвоночника. А лучше в идеале сделать гимнастику для всех трех участков позвоночника. Грудного, шейного и поясничного. Все ролики с гимнастикой есть у меня на канале. Спасибо Радике за то, что поделилась с нами своей тренировкой. Друзья, надеюсь вам понравился данный ролик. Это была всего лишь одна из тренировок на сухожилия и связки. Которых у нас несколько. И в группе мы последовательно тренируем все типы мышечных волокон. И окислительные, и промежуточные, и гликолитические. Каждый из типов мышечного волокна мы тренируем, прокачиваем, если хотите. На такие характеристики, как сила, масса, выносливость. Рельефа здесь нет, друзья. Если вам кто-то говорит, что можно тренироваться на рельеф, то вас... Понимаете, что делают? На рельеф можно только грамотно питаться. Тренировками вы можете только помогать себе стимулировать этот процесс. Но запускается этот процесс только грамотным питанием. Как это делать? Тоже абсолютно бесплатно. Все есть в открытом доступе. На моем сайте hmgym.ru В моих группах, в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте. И, естественно, здесь также, друзья, для девочек информация. Готовлю, уже почти готова книга о женском тренинге. О специфике женского тренинга. Чем вы отличаетесь от мужчин, если отличаетесь. Как нужно тренироваться через призму менструального цикла. Как питаться. Какие возрастные изменения влияют на тренинг, на питание. И еще очень, очень много полезной информации для вас. Пишите, пока книга еще не закончена, какие вопросы вас интересуют. И если я их не включил в книгу, то я обязательно включу, рассмотрю и расскажу вам, как и что нужно делать. В питании, в тренировках, в восстановлении. В книге очень много полезного материала о том, как тренироваться без тренера. Как отслеживать свой прогресс. Как отслеживать, грамотно ли вы выполняете упражнения. Так что, друзья, оставайтесь с нами. Не забывайте поделиться данным роликом в своих соцсетях. Обязательно похвалите Радику. Девочка старается, девочка тренируется. Уже это одно достойно похвалы и уважения. Особенно, если вы большая жирная жопа, свисающая с обеих сторон табуреток. А также, друзья, обязательно, обязательно ставьте лайк, если вам понравилось. И напишите, что понравилось. И еще более важно, ставьте дизлайк, если вам не понравилось. Но только актуально напишите, что вам конкретно не понравилось. Любая конструктивная критика для меня лучше любой похвалы. Потому что она делает канал лучше. Она заставляет меня больше развиваться во всех направлениях. Ну и, конечно, чтобы вам было полезно. Напоминаю, что мой канал не развлекательный канал. И я стараюсь не участвовать в хайпах, не обсуждать того или иного блогера. Ту или иную тупую зарубу, которая не имеет ничего общего с здоровьем. И никак не влияет на наши с вами результаты. А вы не забывайте, что всегда, чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали, нужно рассматривать через призму сохранения и улучшения здоровья. И тогда все у нас будет хорошо. Увидимся, друзья, в тренажерном зале. Всем пока. Друзья, не пропустите. Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы. Чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию на все титулы мышечных волок. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok